Мир не без добрых людей на просьбу о помощи фермера, у которого сожгли всю технику, откликнулись многие. Дорого, однако. Во сколько обходятся сборы в школу и кто поможет нуждающимся? All inclusive без алкоголя. Готовы ли россияне ехать в Турцию по новым правилам? Осенью 2023 года в Госдуме планируют решить судьбу единого госэкзамена. Обоснованы ли претензии к нему, решат эксперты. Содержание и порядок ЕГЭ обсудят парламентарии. Глава Комитета по просвещению сообщает, что в Думе готовы выслушать все мнения и предложения, потому что просто так все нельзя отменить. Нужно что-то предлагать взамен и анализировать. Какие еще нововведения планируются в российских школах, расскажем далее, пока к другой теме. На просьбу о помощи фермера из Первомайского района откликнулись не только жители соседних регионов, но и ближнего зарубежья. Напомню, несколько дней назад в социальных сетях появилась информация, что крестьянско-фермерская семья из Первомайского района за одну ночь лишилась тракторов и комбайнов. Неизвестные сожгли автопарк дорогостоящей техники. Пострадавшие аграрии рассказали о своей беде в интернете и попросили помощи неравнодушных с уборочной компанией, которая в их хозяйстве оказалась на грани срыва. Мы выезжали на место. От этого трактора осталась только табличка. На этом поле сейчас должна была работать техника, но от тракторов и комбайнов остался лишь пепел да дым. Плоды своего труда, урожай, аграриям собирать нечем. В ночь с 22 на 23 августа технику сожгли, рассказывает Алексей Бутырский. Данный трактор 83-го года, это старый трактор, да, это не то, это не Джон Дир, это, скажем, не Нью-Холланд, но он полностью выполнял свои функции, он нас устраивал в наших потребностях. Его нет, восстанавливать его уже явно мы не будем. Аграрии потеряли 7 единиц техники. Это почти вся рабочая сила. Ущерба на 4 миллиона рублей. Алексей, его брат и отец написали заявление в полицию. К расследованию подключили следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Идет проверка. Есть ли подозрения какие-то? Может быть, даже без имен, но тем не менее? Вы знаете, ну, абсолютно нет. Мы здесь с начала 90-х годов, конкретно та земля, на которой мы находимся, эта земля в собственности, на моем отце. То есть, даже если это кто-то, какие-то споры о земле, но она в собственности, это не арендная земля. Вот. Ни с кем не ссорились, никому не должны, нам никто не должен. Да и времени гадать нет. Пострадавшие аграрии ломают голову, как собрать пшеницу, гречиху и овес. Восстановлению подлежит лишь один уборочный комбайн. Человек нам отдал кабину на этот комбайн. Этот комбайн, он единственный, менее пострадавший. Его реально день-два запустить в работу. В распоряжении Алексея и его семьи всего 400 гектаров. Площади небольшие, прибыль, соответственно, тоже. Тем более, что цены на пшеницу падают. Уже опустились до 10 тысяч за тонну. А тут еще пришлось уйти в минус по технике. Конечно, жалко. Многие скажут, старая, металлолома, прочее. Другой нету. То есть мы ей работаем. Конечно, жалко. А как? Мы не имеем возможности сегодня купить новый комбайн. Я, ну, это, да, там, от 10, наверное, за самый слабый квас, там, и далеко за 20 миллионов. Когда мы готовили наш сюжет к эфиру, стало известно, что на беду фермеров Первомайского района откликнулось огромное количество людей. Жители самых разных регионов России и ближнего зарубежья предлагают помощь. Оказать поддержку можно было и финансово. Меньше чем за неделю удалось собрать средства. Благодаря помощи неравнодушных, рассказывает Алексей, семья готова приобрести комбайн и, вопреки всему, начать сбор урожая. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Продолжим. Творчество охватит все уголки Алтайского края. Три новеньких мобильных автоклуба отправились по районам нашего региона. Передвижные культурные центры – это выдвижная сцена, звук и свет. Теперь артисты смогут добираться до самых отдаленных и малочисленных сел. Губернатор края Виктор Томенко торжественно вручил ключи от культурных шкатулок. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Автки Бороздатовне-Власовой. Выездных культурных мероприятий в крае станет еще больше. Ключики от мобильных автоклубов сегодня получили три района Алтайского края – Алтайский, Рубцовский и Троицкий. Мобильный автоклуб – это не просто транспорт для перевозки артистов. Авто обладает высокой проходимостью, оснащено выдвижной сценой, звуковым и световым оборудованием. Для подготовки сцены требуется всего около 40 минут, а ее площадь – 20 квадратных метров. Торжественно вручили заветные культурные авто глава региона Виктор Томенко и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Первые три комплекса сегодня мы передаем в наши районы, и они уезжают. Действительно, я хотел вместе с вами порадоваться за жителей небольших, малых сел, которые теперь, конечно, будут иметь возможность принять вас. Но здесь какая-то часть творческого состава наших муниципальных образований здесь сегодня присутствует. Принять вас и смогут прикоснуться и к красивому, и к высокому, и к творчеству. Прикоснуться к прекрасному и высокому теперь смогут жители малых сел численностью менее 100 человек. Таких поселений в Алтайском, Рубцовском и Троицком районах около 50. Мы долго шли к этому, очень хотелось, давно мы хотели этого. Мы решили, что сделаем, подготовим мероприятие, у нас до сих пор идут смотры художественной самодеятельности. Заключительный мы не провели еще, поэтому решили, у нас есть Дом культуры Веселоярск, село Веселоярск, а там огромная площадка, и вот на этой площадке мы, скорее всего, подготовим мероприятие, именно заключительный гала-концерт смотр художественной самодеятельности. Приобрести специализированные передвижные культурные центры для районов удалось благодаря нацпроекту «Культура». Причем пройти конкурсный отбор было не так просто. Мы проводили конкурсный отбор районов, и нам было важно, что работа по культурному обслуживанию жителей малых сел в этих районах уже проводится. Конечно, мы смотрели, какое количество мероприятий проводится, сколько на них зрителей участвует, сколько, в принципе, таких населенных сел, населенных пунктов, где нет стационарных объектов, и как работа с ними ведется. Потому что наша задача была поощрить лучших, те, кто уже хорошо, лучше других работает в этом направлении. Более чем в 600 селах края нет стационарных домов культуры, поэтому все уверены, новые автоклубы станут весомым вкладом в культурное развитие сельских территорий региона. В следующем году Алтайский край получит еще два таких передвижных комплекса. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. До начала учебного года два дня. Родители докупают все, что требуется наследникам для учебы. По статистике, чтобы собрать ребенка в школу, нынче потребовалось на 30% больше средств, чем в прошлом году. Всего же за последние 20 лет затраты на стандартный набор учащегося выросли в 7 раз. Что чаще всего родители покупают детям, какие позиции самые дорогие, как можно сэкономить, смотрите в следующем сюжете. Это идет у нас на прохладную погоду. Жилеточка с рубашкой. Брюки. Такой стандартный набор одежды для школы Наталья Креницына приобрела для сына Димы, идущего в первый класс. Притом эти позиции, по словам мамы, еще не самые дорогие. Из 25-тысячного бюджета примерно одна шестая ушла на обувь. Это чтобы ходить в школу. Стоит 2,100. И сандали перебываться. Тоже около там они двух стоят. Кстати, именно одежда и обувь – самые популярные позиции. Их покупают в 69% случаев. А вот канцелярию и рюкзаки приобретает только каждый второй. В общей сложности, согласно государственной статистике, средний чек на подготовку детей к школе составляет 43 тысячи рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Ощутили на себе подорожание и барнаульцы. Ну, вообще, если вот так вот судить, ну, больше 20 тысяч точно на каждого, получается, даже вот так вот. Если полностью собирать, это вещей до зимних, вот, примерно по суммам, примерно так. Ну, около 10 тысяч. А что покупали? Одежду, ну, комплект, там, рюкзаки, там, сумочки для обуви, обувь. А вот заметили изменения в цене по сравнению с прошлым годом? Да, она выросла. На сколько примерно? Ну, примерно на 20% точно. Подорожание заметили. И обувь, и ранцы, и рубашки. То есть, как бы, так прилично все равно. Канцелярию еще даже не закупали. Насколько примерно, по-вашему, подорожалось? С прошлым годом? Ну, я думаю, процентов на 20 точно. Особенно накладно, если собирать надо нескольких детей. Скоро это предстоит Наталье Креницыной. Поэтому, чтобы сэкономить, она воспользовалась специальной выплатой от государства. Выплата для подготовки к школе детей из многодетных семей полагается семьям, в которых воспитывается три и более детей младше 18 лет. Выплата выплачивается на первоклассника семь с половиной тысяч рублей. На второй, одиннадцатый класс, когда ребятишки идут во второй, одиннадцатый класс, на каждого ребенка выплачивается по пять тысяч рублей. В этом году эту выплату в Алтайском крае уже успело получить более 30 тысяч детей. Оформить ее несложно. Для этого достаточно заполнить заявление в ближайшем МФЦ или на портале Госуслуг. Кстати, появилась информация, что поддержать школьников хотят и депутаты Госдумы. Они недавно предложили выделить из резервного фонда правительство от 26 до 30 тысяч рублей для семей с детьми. Но это лишь предложение. И будет ли оно реализовано, пока неизвестно. Данил Кузнецов, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну и если мы заговорили о школе, то в Минобрии России решили, что нужно отменить оценки по музыке, ИЗО и физкультуре. Очередная реформа в системе образования избавит школьников от пятибальной шкалы оценивания и позволит вместо пятерки получить зачет и незачет. А все потому, что предметы не входят в итоговую ведомость. Что об этом думают барнаульцы, узнавала наша съемочная группа. Ну мне кажется, в принципе, есть что-то в этом. Оценивая ребенка с точки зрения оценки, это уже как какой-то вердикт. А зачет ты даешь ему возможность, ну как бы все вроде он сделал правильно, но в то же время как бы нет четкого о том, что пятерка, тройка или четверка. Оценивая система намного лучше, да. Как говорится, ну зачем нам гоняться за тем-то современным, если у нас что было, то надо оставлять. Я думаю, что нужно. Как раз я в системе образования работаю. Особенно в начальных классах, конечно, нужно. Потому что все равно ребенок талантлив, он или неталантлив. А почему ему надо снижать оценки, если он не талантлив? Просто он старается и молодец. Уже хотят, как взрослые, то есть понимают, да, вот как там у них в институте, что зачет, не зачет. Не знаю, по-моему, пора уже менять. Ну вообще, я думаю, нет. А почему? Ну, оценка, она оценивает. А зачет, не зачетовывая, это же понятие растяжимое. Вообще нужно, мне кажется. Мне тоже так кажется. Я думаю, что это не те предметы, которые какие-то сильно полезные навыки у человека развивают. Они скорее общие. Не согласна. А зачет сдавать приходится. Мы два согласны, один не согласен. Я согласна, зачет, не зачет нужен. Но полезные навыки однозначно формируются на этих предметах. Ну, конечно, да. Но не все время. Хорошо, что что-то меняют. Да. Зачет, не зачет. Ну, хотя бы это поставит интерес, потому что некоторые школьники, они прогуливали предметы. И теперь есть у них обязательное посещение данных предметов, но и освоение этих дисциплин. Поэтому я думаю, что это положительно скажется на том, что наше подрастающее поколение будет заниматься музыкой, изобразительным искусством и физкультурой. Ну, соответственно, это позволит становлению гармоничной личности. В Алтайском крае похоронят одного из телохранителей Евгения Пригожина. Напомним, бизнес-джет российского бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» разбился под Тверью вечером 23 августа. Среди пассажиров был наш земляк Александр Тотмин. Тот, как его прозвали в ЧВК, родился в селе Алтайском и с детства увлекался боксом. За 27 лет Александр успел три года отслужить в спецназе, из которого и перешел в «Вагнер». По словам сослуживцев, Тотмин был универсальным бойцом. Его останки отдадут родным до 31 августа. А сегодня вечером на нашем телеканале стартует новый проект «Я раскаиваюсь». На протяжении полугода мы будем рассказывать истории осужденных алтайских колоний мужчин и женщин, которые отбывают наказание за свои преступления в местах лишения свободы. Первый герой выпуска – осужденный за убийство 34-летний Алексей. В Барнаульской исправительной колонии мужчина находится уже 4 года. На воле Алексей профессионально занимался музыкой, играл на инструментах, пел в хоре. Однако в состоянии алкогольного опьянения нарушил Божью заповедь и пошел по этапу. «Все произошло быстро. Слово за слово. И кинулся он на меня. Я кое-как отбивался, я даже не понял, как что произошло. Единственное, последнее помню, когда он нож взял. И до того, как я совершил преступление явное, я переходил дорогу только в положенном месте». Отметим, что подобных проектов, которые дают слово осужденным, не так много в стране. Задачи программы «Я раскаиваюсь» – показать, что осужденные тоже могут рассчитывать на второй шанс, который общество в силу различных стереотипов дает нечасто. Напоминаем, что новый проект стартует уже сегодня в 22.15 на нашем телеканале. День города в Барнауле вновь будет безалкогольным. Точнее, в магазинах и супермаркетах приобрести горячительные напитки с 9 утра и 21 часа барнаульцы и гости города не смогут. Постановление подписал глава города Вячеслав Ранк. Подобную меру в день рождения краевой столицы используют уже днем первый год и вводят ее, чтобы обеспечить общественный порядок. Напомним, день рождения Барнаула отметят в ближайшую субботу, 2 сентября. Кстати, в России начали продавать туры в Турцию. По системе все включено без алкоголя. Подобная практика помогает сэкономить до 15% от стоимости путевки, которая в среднем для алтайской семьи из четырех человек сейчас обходится почти в 400 тысяч за 10 дней. Подобная мера – это веяние времени, считают эксперты, поскольку сейчас вектор отдыха сместился на людей, заботящихся о своем здоровье. Такие путевки без алкоголя, но со шведским столом, берут, как правило, семьи от 25 до 45 лет с двумя детьми. Притом, по статистике РБК, по всей России, с подобной системой у туроператоров пока насчитывается лишь около 10 предложений. Если говорить про наше агентство, про нашу небольшую статистику, то у нас 40% за систему все включено и 60% за трехразовое питание. Но я хотела бы успокоить алтайских туристов, потому что турецкие отельеры очень прагматичны. Они никогда не отдадут своего клиента ни Египту, ни Кубе, ни Доминикане. Они сделают систему концепции на территории отеля удобную для каждого клиента. Тем более есть опыт других стран, например, Мальдивы. Клиент покупает тур и решает оплачивать ему завтрак, трехразовое питание или все включено. Продолжим. За первые дни осеннего охотничьего сезона желающие поохотиться уже совершили 50 административных и 2 уголовных нарушения, сообщили в Минприроды края. Сезон охоты на водоплавающую дичь сортовал 26 августа и продлится до 30 ноября. Сейчас в Алтайском крае насчитывается более 75 тысяч охотников. И эта цифра с каждым годом растет. В основном стараются поймать утку, гуся и лысуху. Главные места охоты – степи и ленточные боры. Перед открытием сезона любители получили более 20 тысяч разрешений на охоту. В Минприроды их вновь предупредили, что очень важно заниматься ловлей птиц в отведенных для этого местах. Если человек в запрещенном месте, здесь мы, наверное, говорим больше о заказнике, особо охраняемой природной территории. Если человек просто там находится с оружием, там порядка 4 тысяч рублей административное наказание. Если он там совершил незаконную еще и добычу кого-то животного, ну там вплоть до уголовной ответственности. На этих территориях полностью исключена охота. По словам Максима Котернюка, главное – это безопасное обращение с огнестрельным оружием. А получить разрешение на охоту можно через госуслуги, через МФЦ или через управление охотничьего хозяйства. Напомним, что охота с электронным манком тоже запрещена. А у меня на этом все новости. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...